Всем привет! С вами Василиса и Денис Доропей, горная секция МФТИ. И сегодня нам хочется рассказать с Василисой о небольших, но прикольненьких гаджетах от компании Night Eyes. Уже у нас был как-то рассказ о таких карабинщиках Cam Jam и приблуде, которая называется Фигура 9, для крепления различных оттяжек и шнурков, например, кострового тросика, тента, либо других каких-то маленьких оттяжек. Сейчас мы продолжим и расскажем с Василисой о других устройствах этой фирмы. И первое, о чем хочется рассказать, это карабины SBIN. Сразу скажу, что я нереально, просто невероятно протащился с начала использования этими карабинщиками. Ну, вначале мне на выставке ISPRO достался один маленький карабинщик, ну, приблизительно вот такого вот размера, даже чуть-чуть поменьше, достался вместе с фонариком. К фонарику я отнесся достаточно холодно, но он был прикольный по дизайну, но карабины меня впечатлили гораздо больше, потому что сразу этому карабинщику я нашел 101 применение. Чаще всего такие карабины я использовал для какой-то страховки своих видеопринадлежностей. Например, подстраховать видеокамеру GoPro, подстраховать от каких-то улетов свою большую камеру. Ну и помимо этого другие мелкие устройства. Там пристегнуть GPS, пристегнуть, может быть, компас где-то снаружи. Вот ножичек, видите, у меня постоянно висит. Видите, это такие маленькие безделушки, писюленки, но с помощью них очень удобно все крепить на внешнюю навеску. Например, видите, у меня, так сказать, кусочек моего EDC, маленький швейцарский ножик, висит прямо на лямке рюкзака. И он мгновенно доступен для того, чтобы отрезать кусочек веревки. Ключи какой-то, петельки там на одежде. В общем, пристегнуть что-то к чему-то, чтобы это самое не протерять. Потом я свой карабин подарил одному своему хорошему товарищу, который вместе с ним пошел на Алтай. Он был еще поменьше, чем вот этот. Ну и весил, ну я даже не знаю, сколько это грамм. Наверное, там может быть грамма 3-5. Так вот, они на таком карабине умудрились на переправе перетащить 8 рюкзаков. Да, он говорит, что в конце концов он как бы подразогнулся, но блин, 8 рюкзаков на маленьком карабинчике, ну просто круто. При том, что на карабине была указана нагрузка, но вот если на вот этом номер 3 11 килограмм, да, то на том, наверное, было указано, ну может быть там 6-7 килограмм. И несмотря на то, что указана такая маленькая нагрузка, они перетащили, ну обычные туристические рюкзаки, наверное, там килограмм по 20. Просто офигеть. В общем, карабинчики это моя любовь. Так, какие они бывают? Во-первых, они бывают разных размеров. Смотрите, побольше, поменьше, совсем крохотные. Совсем крохотные вот такие. Кроме этого, есть карабин, вот такой вот S-карабин с защелкой, для того, чтобы муфты не открывались. Ну вот такие вот как раз муфты не открывающиеся, они позволяют, ну надежно что-то закрепить, что наверняка не должно вообще теряться ни при каких условиях. Ну может быть ключи. Честно говоря, у меня и вот такие карабины без муфт тоже как-то не открывались самопроизвольно. Но, видать, были случаи. Есть еще пластмассовые такие же карабинчики и тоже разных размеров. Понятно, что пластмассовые полегче, по стоимости подешевле, но и по прочности они не такие прочные. Дальше есть специальный такой вот карабин, который, ну как бы для ключей, на который вешаются маленькие карабинчики. Очень удобно, очень практично. Особенно для тех, кто использует много ключей. На мой взгляд, карабины это лучшее изделие у этой компании. Если вы хотите познакомиться с брендом каким-то образом, то лучше это сделать с карабином. Следующее устройство по крутизне. И сейчас, наверное, многие покрутят пальцем у виска и посчитают, что я ну совсем уже больной зажравшийся мажор. Это проволока в такой специальной оплетке защитной с бабышками на концах. Проволока, ну такая мягкая, вязальная и достаточно прочная, позволяющая гнуть себя много раз. Ну, во всяком случае, мне кажется, что внутри проволока, что никаких там чудес нет. Да, она как бы стоит денег и в первый момент кажется, что это полнейшая глупость эти деньги за нее отдавать. Но после первых же применений в походе, вы просто офигеваете от гениальности этой идеи. Ну, просто от зашкаливающей, гениальной простоте вот этого устройства. Что можно делать с помощью такой проволоки? Можно связывать коврик, можно делать какой-то крючочек для вещей, которые вешать. Можно что-то привязывать, прикручивать одно к другому. Можно, как я сейчас, установить телефон и сделать крепление для телефона, подставку, чтобы что-то снимать. Можно примотать камеру GoPro к мачте, как мы это делали при съемке с Академиком. Мы готовимся к переходу и самое главное, что есть на яхте, это, конечно же, GoPro. Она существенно добавляет экстрима. Полные штаны экстрима. Можно прикрутить штатив или монопод к велосипеду, как я это часто делал в велопоходах. Еще ни одного раза я не пожалел, что потратил деньги на кусок проволоки. Конечно, можно было использовать и обычную проволоку и скотч, но речь идет именно об удобстве. За счет вот этой резины на поверхности есть нужный коэффициент трения и ничего не выскальзывает. Ну, например, сейчас у меня свет, которым я подсвечиваю себя, чтобы съемка получилась нормальная, прикручен вот как раз к стулу на второй экземпляр такой проволоки. Вот третий экземпляр, на нем стоит телефон. А вот этот, который я кручу в руках, он был использован для того, чтобы сделать подставку для фонарика, чтобы использовать его как раз как прожектор в нужном направлении. В общем, проволока это еще одна вундервафля. Ни разу не пожалел. Прочная, надежная, уже миллион всего перевязал, развязал после этого. Категорически рекомендую. Особенно тем, кто занимается фото-видеосъемкой. Это просто незаменимый гаджет при съемке на природе. И еще одно устройство, которое у меня есть, ну на этом, скажем так, устройство фирмы у меня заканчивается. Это вот такое крепление для телефона на велосипед. Телефон у меня сейчас разбит. К тому же вот такое вот, собственно, крепление. На телефон я веду съемку, поэтому продемонстрировать, ну не так то и просто. Смысл в следующем. Это крепление, оно вот из такой вот эластичной мягкой резины и алюминия. Крепление это крепится на вынос руля. Крепится следующим образом. Я сейчас на фонарь закреплю и вы увидите. А сюда вставляется телефон и прижимается. Ну получается как бы достаточно удобно. При этом у вас и большая часть сенсорного экрана доступна. Ну и телефон как бы быстро достается. Сенсор работает, он не под какими там пленками. И кнопки доступны, если они у вас есть. В общем, хорошее, классное такое тоже устройство. На этом мы, наверное, обзор с Василисой различных гаджетов от NightEyes заканчиваем. С вами были Василиса и Денис Доропеи. И помните, что карабинщики и вот такой вот провод это просто охренеть какая классная вещь. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. Искренне с Василисой надеемся, что кому-то своими квартирными такими унылыми осенними обзорчиками мы помогли. Подписывайтесь на канал, кто это еще не сделал. Побольше путешествуйте. Пока-пока. Василис, маши пока-пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова